Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день, меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. Сегодня мы продолжаем читать седьмую книгу священного писания Ветхого Завета, книгу судей Израилевых. Читать эту книгу мы будем в переводе российского библейского общества. Сегодня у нас тринадцатая глава, в которой рассказывается о истории, начинается рассказ о истории Самсона. Итак, тринадцатая глава книга судей Израилевых. «Израильтяне снова стали творить дела, ненавистные Господу, и Господь на сорок лет отдал их в руки филистимлен». Как мы помним, вновь и вновь повторяется как бы один и тот же цикл. Израильтяне забывают Бога, отходят от Него, начинают творить дела, ненавистные Господу, имеется в виду, уклоняются в язычество, начинают чтить тех ложных богов, которых чтили окружающие Израиль народы. И Господь попускает иноплеменникам, захватчикам одолеть Израиль, захватить его, оккупировать Израиль, обложить каким-либо бременем. Израиль вспоминает о Боге, и Господь дает избавление. И какое-то время они чтут Бога, исполняют заповеди закона Моисеева, а потом опять забывают. И вновь Господь попускает. И вот 13 глава начинается с этого же. Израильтяне снова стали творить дела, ненавистные Господу. И Господь на 40 лет отдал их в руки филистимлян. То есть народа, который жил рядом, отличался воинственностью, жестокостью и почитал ложных богов, идолов. 40 лет — вот такой квант времени. 40 лет — это время, когда полностью проживает поколение. 40 лет ходили евреи по пустыне. Много еще чего происходило 40 лет. И вот здесь на 40 лет Израиль порабощен. «Был один человек, монох из Цоры, из племени Дана. Жена моноха была бесплодна, не было у нее детей. Явился ей ангел Господень. Ты бесплодна. Нет у тебя детей, — сказал он, — «Но ты зачнешь и родишь сына. Смотри же, не пей ни вина, ни браги, не ешь ни чистой пищи. Ты зачнешь и родишь сына. Он не должен тричь волосы, потому что он от рождения будет на заре им Божьем. И он положит начало избавлению Израиля от филистимлян». Вот очень интересный сюжет, который повторяется много раз в Священном Писании. Особый избранник рождается от неплодной женщины. Таким был Исаак, родившийся от Цары, когда она уже была в преклонных годах. И таким вот оказывается Самсон, который тоже родился от бесплодной женщины. И потом таким же будет пророк Самуил. И многие-многие другие. И даже сама Матерь Божия, Богородица, тоже рождена от Анны, от Иакима, которые были бесплодны в течение очень многих лет. Вот Господь попускает какому-то горю, какому-то несчастью, можно сказать, потому что бесплодие воспринималось именно как несчастье. И когда человек терпеливо, безропотно переносит это несчастье, то Господь вот этим людям дает какое-то особое благословение. И вот эта женщина пошла и сказала мужу, приходил ко мне человек Божий. Он был как Божий ангел, грозен был его вид. Я не спросил, откуда он. Имени своего он мне не назвал. Он сказал мне, «Ты зачнешь и родишь сына. Не пей ни вина, ни браги, не ешь ни чистой пищи. Твой сын от рождения до самой смерти будет Назареем Божиим». Назарей – это человек, посвятивший себя Богу. Назареи приносили определенные обеты, в том числе не стричься, не бриться, не вкушать определенного вида пищи, не пить вина. И вот тот ребенок, которого ангел Божий обещал этой женщине, что она родит ребенка, вот он должен стать таким Назареем. Так, отдаленно что-то похожее на современных монахов, на монах христианского времени. Монох стал просить Господа, «О Господь, пусть снова придет к нам тот человек Божий, твой посланец, пусть он скажет нам, что делать с ребенком, который у нас родится». Монох не отрицается, не считает, что это, вот жена что-то такое придумала, но вместе с тем просит Господа, чтобы и ему было подобное откровение, чтобы он узнал, как к этому отнестись, что он должен сделать с родившимся ребенком. Это очень правильный подход, потому что, ну как что сделать, радоваться, воспитывать. Но если это дар Божий, то он должен быть каким-то особым образом посвящен Богу. Если этот ребенок рожден чудесным образом, после стольких лет бесплодия, как откликнуться на эту милость Божию, что надо сделать в ответ? Вот такой вопрос приходит в голову моноху. Что нам делать с этим ребенком? И очень часто вот мы, когда просим Господа о чем-то, то забываем вот этот вопрос. А что мы должны сделать с тем, что мы получим? Как нам выразить свою благодарность? Получили и все, и даже забыли поблагодарить Господа, забыли помолиться. А ведь каждый ребенок – это дар Божий. А кроме детей много-много-много мы имеем других даров Божиих. Что нам с этим делать, Господи? Научи нас. Вот такой вопрос был бы правильный, если бы он звучал постоянно в наших молитвах. Буквнял моноху. Ангел Господень вновь явился его жене. Та сидела в поле. Моноха рядом не было. Она тут же побежала к мужу и сказала, снова пришел тот человек, что тогда приходил. Монох в тот час встал, последовал за женой, и, пойдя к тому человеку, спросил, это ты говорил тогда с моей женой? И тот ответил, да, я. Вот почему-то не ему самому, а именно ей, жене, уже второй раз является ангел Божий. И если первый раз одна только жена с ним беседовала, то теперь и Монох пришел и тоже увидел этого человека. «Это ты тогда с моей женой говорил? Это тебя она видела? Это о твоих словах она мне рассказывала?» И этот неизвестный им человек сказал, да, это я. Монох спросил, а когда твои слова сбудутся? Как должен жить этот мальчик? Что он должен делать? Еще один. Тот же самый вопрос. Это показывает глубину веры Моноха и его жены. Он не спрашивает, а точно ли это будет? А как это будет? При том, что моя жена столько лет бесплодна, и уже невозможно изучать ребенка. он показывает веру, в отличие, скажем, от отца Иоанна Претечи, который сомневался, говорил, как это может быть, когда моя жена уже замоторила и не может уже родить ребенка? Это невозможно. Вот здесь совершенно другой подход. Я знаю, что этот ребенок родится, но ты мне научишь, что я должен с ним делать. И вот ангел Господень ответил ему, пусть твоя жена не делает ничего из того, что я запресил ей. Пусть не ест ничего, что рождает виноградная лоза, не пьет вина и браги. Пусть не ест нечистой пищи. Пусть соблюдает все, что я велел ей. То есть, именно этой женщине запрещено вкушение любого продукта виноградной лозы, собственного винограда, изюма, вина и любая нечистая пища. То есть, та пища, которая запрещена в соответствии с правилами Моисеева Закона, не кошерная пища. Побудьте с нами еще, сказал Манулах ангелу Господнему. Мы зарежем козленка, приготовим его для тебя. Авраам, когда-то, когда к нему пришли три путника, а на самом деле сам Господь явился ему в виде этих трех путников, тоже устраивал пир для этих путников. И вот Манулах, подобным образом, он хочет удержать этого ангела Божьего. Говорит, побудь с нами, не уходи от нас. Нам хорошо в твоем присутствии. Это немножко напоминает то, что когда-то, через много-много веков, произойдет на Фаворской горе, когда Господь Иисус Христос преобразился перед своими учениками, Иаковом, Иоанном, Петром. Петр сказал, Господи, как хорошо нам здесь быть, останемся здесь, сделаем три палатки. И вот здесь, рядом с Ангелом Божьим, тоже хорошо было быть Манулаху и его жене. И поэтому он говорит, побудь еще с нами, мы сделаем пир для тебя, зарежем козленка, приготовим его для тебя. И ангел отвечает, даже если я еще побуду у тебя, ответил Ангел Господний, я не стану есть твоей пищи. Но если ты хочешь принести Господу жертву всесожжения, то принеси ее. Он отказался от вкушения пищи вместе с ними, это Ангел, это бесплотный дух. Он не требует никакой пищи для своего существования. Он ради людей может принять образ человека, чтобы его было видно, чтобы как-то с ним общаться. Но по природе своей он бесплотен, не имеет никакого тела и не нуждается в человеческой пище. Он говорит, есть я не буду с вами, а если ты хочешь вот что-то хорошее сделать для нас, как-то нас угостить, лучше для меня, как-то меня угостить, лучше принеси жертву Богу. Жертву всесожжения. А Манолух еще не понял, что перед ним Ангел Господень. Как твое имя? Спросил Манолух у Ангела. Мы помянем тебя с благодарностью, когда твои слова сбудутся. Но Ангел Господень сказал, зачем тебе мое имя? Оно тайно и чудо. Вот такие удивительные слова. Имя – это что-то очень важное. Имя – то, что выражает суть какого-то явления. Такие были представления библейские. Имя – это то, что указывает на личность. Вот как каждый из нас является такой неповторимой, уникальной личностью, не похожей на другого. Как указать на эту личность? Мы можем сказать, ну вот человек имеет такие-то черты характера, вспыльчивый, или жесткий, или мягкий, и там добрый, добродушный, и там какой угодно. Мы не указали на его личность, мы только показали, как бы вставили его в ряд людей с подобными признаками. Вместо того, чтобы указать на уникальность этого человека, на его бессмертную личность, мы вставили его в ряд каких-то других людей с подобными признаками. Можно сказать, что у него там такие-то политические взгляды, или там такой-то цвет волос, такая-то форма носа. То же самое. Как указать на личность? Через имя. Имя указывает на вот что-то самое глубокое, что есть в человеке. И большое значение имеет наше обычное земное имя, которое нам дают родители, то имя, с которым мы принимаем святое крещение. Но еще есть то имя, которое нам когда-то даст сам Бог. В книге Откровений, в Апокалипсисе говорится, что в последний день, когда Господь воскресит всех мертвых, каждому Он даст камень, на котором будет написано Его имя. Что это за имя? Оно вот тоже чудо и тайна, вероятно. Это что-то такое, что выражает самую глубину каждого из нас. То, как знает нас сам Бог, наш Творец, наш Небесный Отец. И вот здесь говорятся вот эти же самые слова. «Имя этого ангела – чудо и тайна». И он не сказал свое имя. Не может человек познать суть ангела, который ему является. И поэтому он скрыл свое имя. «Взяв козленка и хлебное приношение, Манолох принес наскорее жертву Господу. И вот на глазах у Манолоха и его жены Господь сотворил чудо. Когда над жертвенником поднялся к небу огонь, то ангел Господень у них на глазах вознесся в этом огне, и они пали ниц. И больше ангел не являлся ни Манолоху, ни его жене. Теперь Манолох знал, что тот был ангел Господень. Вот стали они приносить жертву, и ангел как бы сделался дымом и пламенем и исчез из их вида. Вот такое чудо произошло. Господь явил чудо на их глазах за их веру, за то, что они не сомневались. И больше ангел не являлся им. Да почему? Потому что он уже все сказал, что нужно. Ему нужно было явиться второй раз, чтобы Манолох с ним поговорил, чтобы Манолох добровольно согласился с теми словами, какие он сказал. Дело в том, что Бог никогда не осуществляет насилие по отношению к свободной воле человека. Вот святые от сына случат, что когда ангел предстал перед Богородицей и сказал, у тебя родится Сын, Спаситель мира. Радуйся, благодатная, Господь с тобой. Вот Богородица ответила, сей раба Господня, да будет мне по слову твоему. А если бы она ответила как-то иначе, не с таким смирением и верой, а как-то по-другому, я этого не хочу, да не будет этого со мной, то и не случилось бы Бога воплощения. Бог призывает к чему-то человека, а человек должен свободно откликнуться на это. Очень важно свободное волеизъявление самого человека. И вот ангел сообщил Манолуху, его жене, эту весть. И они откликнулись, они поверили, они выслушали те слова о том, как должен расти этот ребенок, что с ним надо делать. И больше не было нужды им являться, потому что самое главное было уже сказано. И больше ангел не являлся ни Манолуху, ни его жене. Теперь Манолух знал, что то был ангел Господень. «Мы умрем», — сказал Манолух жене, «ведь мы видели Бога». Но жена возразила, «если бы Господь хотел нас убить, Он не принял бы от нас ни всесожжения, ни хлебного поношения. Он не явил бы нам ничего, и ничего бы нам не поведал». Бог свят, и Его посланники святы, ангел свят, и соприкосновение с этой святостью, с этим огнем, может попалить грешного человека. И в Ветхом Завете не раз мы встречаем такие слова. Не может человек увидеть Бога и не умереть. Бог есть огонь поедающий, всякий грех, всякую неправду, всякую сгобу, всякую нечистоту. А ведь сколько этого в каждом из нас. И человек, сталкиваясь с Богом, нормальным образом должен умереть. Так, так, знали в Ветхом Завете. Но в Новом Завете мы столкнулись с совершенно другой реальностью. Бог пришел нам не как огонь, не как судья. Да, Он огонь, но Он пришел, чтобы распяться за нас, а не чтобы нас покарать. Чтобы явиться нам и прожить такую же жизнь, как мы живем. А не чтобы уничтожить нас в наших грехах и неповиновении, неверности Ему. Но это Новый Завет. А в Ветхом Завете вот такое представление о Боге. И невозможно увидеть Бога и не умереть. Вот. Но жена успокоила Мануха, сказала, если бы Бог хотел нас умертвить, Он бы умертвил, а не явил бы нам вот те, то чудо, которое мы видели, и не принял бы нашу жертву. Через некоторое время она родила сына, и дала ему имя Самсон. Мальчик вырос, и с ним пребывало Господне благословение. Впервые Дух Господа овладел Самсоном, когда Самсон был в Матнайдане между Цорой и Эштаолом. Вот так рассказывает тринадцатая глава Книга Судей о рождении Самсона, о его родителях, об этом удивительном случае, который вот произошел тогда. Имя Самсона известно практически каждому. В следующий главе мы будем читать о том, как этот мальчик, рожденный таким особенным, сверхъестественным образом вырос, что произошло, и как Дух Господень вел Самсона в его жизненном пути. Тринадцатую главу Книгу Судей мы читали в переводе Российского Библейского Общества для библейского портала Экзегет.